Всем привет! Зрители моего канала Собчекалина, Сызранский район. И сегодня мы устанавливаем автополив на наших абрикосах, на участке с абрикосами и черешней. То есть в прошлых роликах я говорил, что начал уже распидывать. Вчера я привез, кто следит за каналом, все видит, следит. То есть вчера я привез ПНД трубу 20-ку, я устанавливаю везде ее. И раскинул его сегодня на автополив. Все, скажи, уже подсоединил, то есть фитинги уже подсоединил, соединение уже собрали. Разверни туда. Вот, видите, то есть встут. И у нас пошло на кран. Там стоит кран. Пока это кран временный, опять же я говорил, кто смотрит за каналом. Труба будет проходить вон в стороне оврага. Потому что здесь сзади меня будет площадка. То есть это будет участок с вишней. Здесь будет засаживаться следующий весной вишня. Но давайте о поливе. Идемте. Сейчас я покажу в очередной раз, как устанавливаю капельницу на автополив. Кому будет интересно, новичкам, кто подключился только к каналу. Так, вот это у нас необработанное, опять же, пристволовое кольцо. Здесь пока не обрабатывали. На неделю обработаем, я думаю. Короче, идет ПНД труба, берется самокрут, болтоверт, самоверт, как вы его правильно назовете, там так и будет. Вставляется сверло. Сверло идет 4 на 2. Делается дырка, вставляется капельница. Капельница вот такая вот. На 8 литров она раскручивается. Капельница раскручивается. Можно проверить, можно не проверять. Я проверял, уже стоит мембрана, то есть резиночка такая, мембрана. И сбоку стоит небольшая трещина, ну там плохо может видно. Ну, дырочка. В нее будет поступать вода. Здесь обычно, опять же, скручивается. Просто проверяешь эту мембрану, не слетело ли, или ее вообще может быть, не быть. Но такого не было. Вроде всегда идет в упаковке. Делаем дыру. Опять же говорю, делайте дыру аккуратно. Вставляйте, направляйте, где вам надо. И потихонечку сильно не давите. Смотрите, можете пробить насквозь ее. Так. Это лучше делать, конечно, в разгар. Я вам скажу одно. Я проверил разные способы. То есть капельницы вот эти устанавливать лучше в световой день, когда прям солнце полит хорошо. Эти трубы разогреваются, они становятся мягкие. И вот это сверло берется наименьшим диаметром. Либо вы используете, то есть этот, как он, фен строительный. Тоже вообще отличный. Феном нагреваете. Но мне фен я не смогу использовать, потому что у меня площадка очень далеко, ну, большая, особенно на деревьях, на яблочных. У меня таких проводов нет разматывать. К каждому дереву подматывать это. То есть провод надо феном. Нагреваешь это место и эту дырку наименьшим диаметром делаешь сначала. Нагреваешь место и вставляешь капельницу. Она вщелкивается. Сейчас это не нужно, потому что солнце нагрело. Я беру меньший диаметр. Двумя пальцами, смотрите, показываю. Двумя пальцами зажимаю. То есть, видите, она вот не лезет уже. Уже не лезет. Юбка здесь. И вщелкиваю его. Видите, оно щелк. Щелчок. То есть, оно разогрелось и вставляется очень хорошо. Прошел я этот путь очень нетрудным путем. То есть, я пытался делать дырки чуть больше, чтобы легко влетало. Но она болтается, капельница, потом. И из-под нее уже начинает течь. А такого вообще, по идее, не должно. Капельница должна течь из нужного отверстия, а не из-под нее. То есть, я вам говорю, нужно нагревать, короче, вот так вот. Ну все, вот так вот показал я вам, как останавливать капельницу, чтобы знали. Опять же скажу, автополив этот, раскидывать очень удобно. Если у вас участок небольшой, это может сделать любая женщина. Любой человек физически неподкованный. То есть, тут все на скрутках, на ручных скрутках. То есть, руками все скручивается, размеривается труба, раскручивается. Фитинги легко закручиваются. И устанавливается капельница. Все. Все делается легко. То есть, нужно только, как говорится, не лениться. Вот я вам скажу. А то у нас ленивых много по стране. И говорят, работы нет. Есть работа, работайте. Деревни простаивают, дома заброшенные. Земля стоит, никто ничего не хочет делать. Вот. Я вам скажу. Потому что на рынке торгуют, много тыкают, очень сильно. Торгуем таким товаром, просто тыкают, что не верят, что это домашнее, мое. Ну вот, я вам скажу, короче. Это говорят те люди, которые не работали на земле, я вам скажу. И сидят в интернетах, смотрят вот это все про китайцев, про все. Я вам скажу одно. Бог нам всем в помощь. Вот. На этом мы ролик подведем к концу. Кому что-то понравилось, ставим класс, лайк. Также оставляем свои комментарии, свои высказывания. Кто-то, может, что-то еще подскажет. Будем слушать, смотреть, читать. Ну и все, ребята. Ждите следующего видео. Всем пока. Удачи, ребята. Удачи.